Ремонт Октябрьского моста идет по графику. В понедельник специальная комиссия оценила ход работ. Вердикт – проблемы есть, но они решаемы в рабочем порядке. Толстый крученый металлический канат – это не что иное, как те самые нити, которые связывают два берега. Фрагменты желобов были вскрыты для проведения экспертизы. Результаты диагностики пока обрабатываются. Натяжение в арматуре должно выдерживать проектную нагрузку 95 тонн на один канат, а таких тросов в каждом сечении моста примерно по 50. Их количество максимально в середине полотна и уменьшается ближе к основанию. Проблема в том, что современные нагрузки превышают те, что были в начале эксплуатации моста. Это обычный трос, который применялся в те годы, в 60-е, для натяжения пролетных стройнений на бетон. То есть дополнительно создается напряжение, обтягивается конструкция с двух сторон, тем самым создавая усилия дополнительные на бетон. И чем в дальнейшем компенсируются потом нагрузки проезжающего транспорта и все. То есть за счет этого конструкция, собственно говоря, и стоит. Ремонт моста ведется почти три месяца. Мостотрядовцы трудятся 24 часа в сутки вахтовым методом. На данный момент на половине полотна протяженностью 782 метра снято асфальтобетонное покрытие. На некоторые участки уложен выравнивающий слой бетона. Продолжается работа на пешеходных консолях. Демонтировано более 3000 тротуарных плит и ремонтируется так называемое подтротуарное пространство. Снесено 800 метров перильного ограждения. На сегодняшнем рабочем совещании обсуждалось, в частности, как будут выглядеть новые поручни. Мы говорим, что поручень у нас должен быть в одном уровне. Красиво, чтобы было, правильно? Значит, там всяко будет зазор. Переи на суда, может, запилили, там зазор будет такой. И как я это сам получаю. Ремонт моста в этом году будет продолжаться до планового завершения. Дожди, как пояснили подрядчики, не остановят процесс. В мокрый период можно вести подготовительные работы. А вот укладывать асфальт можно только насухо. Мы же работаем круглогодично. То есть у нас есть, в принципе, подходы, разработанные регламенты по уходу за бетоном. То есть, естественно, в отрицательной температуре и при минус 5 и ниже, да, обязательно нужен дополнительный обогрев. То есть это устройство тепляков и так далее. Небольшая задержка произошла с поставкой материалов, в частности, деформационных швов. Их делают за рубежом. Технологии изготовления сложные. И некоторое отставание, по словам подрядчиков, прогнозировалось. К нам уже поступят первые деформационные швы в первой половине октября. И также, как у нас было запланировано, что движением, если позволят погодные условия, после того, как будет уложен верхний слой асфальта, где-то в ноябре уже, возможно, откроется мост. То есть по планам, как у нас все было запланировано, так все у нас, соответственно, и с графиком, и работы ведутся.